вот тут прямо делаю все эти мелкие детали все вот видите вы теперь стоите здесь центре города и мы видим сейчас прямо подъезжаем к арке арка была построена тоже к юбилею астраханской губернии за ней находится аллея славы на несколько минут выйдем давайте я говорить не буду стоять перед тебе с любовью и благодарностью снимите меня пожелать сейчас они плотно бывают такие а у меня сын он наружно закрутить чтоб никто не пил кока-кола и так далее мамка мне жена откройте ах ты закрыл находок мне интересует дорога в листу отсюда так я хочу на ростов через листу поехать она там короче не короче кто горит короче кто горит лучше а вы на машине привет ну да вот олег состоит 430 шикарная старая машина двадцати годовала у меня полгода Корябин Корректор А.Кулакова Скажите, пожалуйста, а вот вы ездите отсюда. В Элисту. Как там дорога? Нормальная? Да, все прекрасно. Просто мне в Ростов ехать, я думаю, как. Через Элисту или через Волгоград? Вот, подходим сюда, давайте прочитаем. Это указ Его Величества, императора, самодержавого генератиста и театра. Я не помню сюда, это Ростов 17-го года. От Рождества плеча. Вот Низь Городской, по-другому, в Рождестве. Это Гонгут. Ох, мой сэргоникут. Смотрите, наверное, это самое широкое место, по-моему, здесь, в городской остров. Это, наверное, новый мост, он уже будет стоять на дороге. Ох! А вот это что за битва? Ой! Ой! Угаранскурс, а ты играет, а духовой аркет. А это... На-на-на-на-на... 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 Тай-да-ли-ла-ла... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Идем на приступ в горку Субтитры создавал DimaTorzok Как-то мы пошли кулигами Это же все в туалет пошли Субтитры создавал DimaTorzok 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 по степи собрали да сейчас историю спросим экскурсовода это скорее все были захоронения именно в кремле и сейчас как хотите направляйте нас дурацкое нововведение которое так раз она широкоугольная хорошо сюда все захватит коньяк думаю темпо темпо каморада а а а Единственное, которое сохранилось в Кремле, это здание Галпахты. И мне задают вопрос, Наталья, как так здание Галпахты вдруг сохранилось? А я думаю, а есть это маленькие стекли. А там было еще кулок, есть там удовольствие, жалование. А там для нас деньги, наши кочевы хорошо сохраняются. Пойдемте. Потому что Астрахань располагалась на другом берегу реки. А там везде степи, и очень часто кочевые народы нападали на Астрахань. Поскольку она была деревянной, ее выжигали, людей взяли, брали в рабство, в плен. Ценились, конечно, сильные работники, красивые девушки, чтобы наложницы было продать их на невольничьих рынках. И ремесленники, которые в руках имели какое-то дело свое. А где невольничьи рынки были? В Крыму, конечно. А в Крым в основном, да? Да, конечно. А оттуда уже? А там уже, да, кому надо, все покупали. И вот когда через Никольские ворота зашел Петр Первый в Кремль, то он увидел собор наш Астраханский. И он сказал, он с императрицей, со всем двором приехал, со всеми церебреньками, собачками. Вот, и когда он зашел с оператрицей, увидел собор и сказал, умеет же у нас на Руси храмы строить. Более лепотного храма я не видел, то есть более красивого, да? У глаза бросаются красивые. Вот архиерейский дом, если эти белый, желтый, там он красный, да? Почему? Да потому что он строился, ну, там, допустим, в 17 веке, потом в 18 достраивался, в 19 веке. И получается, ну, получается, ну, такой разнообразный, да. Большая семья у архиерей была. Ну, там, наверное, монахи жили еще. А, как кельи монашеские. Да, просто дом назывался. Иван Грозный, когда попросил найти место, вот такое место, и вот Черемисинов нашел вот на этом бугре. Здесь вот построили как раз Кремль, военное сооружение, военный гарнизон находился. Уже не так-то просто было взять, да? Крома, да? Да. Пушки спрысили. И он направил очень сильного духовника. Он сам бурал благословение у Антония Суйского. А у него был лучший ученик Кирилл. Уже он был не молод. Вот это Часовенька Кирилла. А это вот Троицкий собор. И видите, внизу келья. Видите? Прям келья. Здесь был монастырь, образованный Кириллом как раз. Вот направо. Мужспоженский. А, мужской. Ух, какая колокольная. Около 500, то есть меньше. 490, так все. Как в этом... Как его... Похоже. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вылетворил. Восстану. Да. давайте поднимемся может быть хотя бы на 5 минут посмотреть здесь очень уникальный а этот иконостас да он из дерева мы поднимемся туда хочется да и и и и и и и все выходим уже и г и и и и Продолжение следует... 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 Божьей Матери вышиты бисером. Это такая тонкая работа, одна матушка у нас, у нее дочка, у нее с ножками были проблемы, и она прям с молитвами, с просьбами вышивала эту икону. Такое уникальное явление. И сейчас продолжают они. В Шамардино там тоже иконы есть бисеровые. Но там, к сожалению, находятся больницы. Справа мы видим электростанцию Астраханская, которая была построена в 1916 году. Опять же до революции. Эта улица называлась Большая Демидовская. На ней жили в основном ремесленники. Вот сейчас справа, я не знаю, будет видно дома. Дом Тетюшинова, который как раз был судостроитель, лодки с прорезями. И тут, понимаете, поскольку он был женат, женщина взялся ребенком, а она потом от него разбежала. Ай-яй-яй-яй-яй! Кошмас! Этот красивый домик, да, у их демидов, сестра жила. Здесь жили в Греции рукодельников, которые... С лего стран тоже интересные. Дома, которые прям вот все это восстанавливали, восхищались. Потому что даже про город Сарай Батуховна я рассказываю, там тоже были разные места, где там жили гребенственники. Витальские как раз ценились за умение работать с деревом, резьбу по дереву делать. Это удивительно. Да, китайцы ценились за то, что они умеют делать посуду фарфоровую, через которую можно прям увидеть. Какой-то такой тонкий фарфор был, фарфор. Там будет рассказывать о театральной Астраконе. Это вот это вот он, да? Да, это театральная Астракона. Ага, ух ты какой! Красивый, красивый, да. Это очень хорошо, благодаря тому, что у нас есть консерватория. Ну что мы идем потом? Это лято, лято. Поэтому центр города у нас весь двухэтажный. Мы можем смотреть на лавку, как появились, как эти домовые построены, украшены. Впереди был большой забор. Вот эти ленинги. Мы его закрыли. Коды перестройки. И теперь вот там большой магазин. Да, у нас все превратили в торговый центр. У нас будет большой каташный кабинет. Как же такая... Ты меня не любишь, но это не важно как-то там... Такая-такая... Хорошая... Единственное, что сохранилось в Астрахани, конечно. Это у нас судостроительный завод. Здесь. Вот. Смотрите. В нашей области, поскольку вот Волга протекала вот здесь, по этой реке. Она протекала вдоль самого Кремля. Вот. И потом, понимаете, она стала отступать, милеть. И образовалась коса. Называется район косы. И, естественно, порт торговый передвинулся. Но наши купцы получали товар. Они построили торговую биржу. Она была из дерева. Но она простояла 30 лет. На нашем солнце... Она была резная, ажурная такая, тоже деревянная. Но на нашем солнце все рассыхается, рассыпается. Краска облупилась, рассохлась, опала. И все эти красивые украшения деревянные тоже, в общем-то, рассохлись на солнце. И поэтому они решили построить на свои деньги большую торговую биржу. Они пригласили в Ангане Квальдовского, который разработал вот как раз проект. Вот с правой стороны мы видим эту торговую биржу. Маганик Квальдовский. Это он закончил московскую школу искусства. Он был архитептором, много учался. И в Санкт-Петербурге тоже. У лучших мастеров. И, знаете, он из дворянского рода, похоже, из польского Маганик Квальдовский. Но была очень сильная любовь. Полюбил девушку, которая... Ушла от него? А, я знаю. Такая, расскажи мне. Хорошо, спросите. Сейчас мы будем быстренько. Очень быстренько. Можно подальше? Очень быстренько. А мне сначала показалось, что это пожарка с каланчой. Да, вполне. Так, вот смотрите. Вот, у них торговые... Вот они кальдушки, видите, торги. Понимаете? Паршок, потом дващадцы. У нас тут есть разные мероприятия. А то, что мы можем их увидеть... Ага... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Моя-моя У меня большая просьба не снимать золотой водовой, да, у нас эксклюзивный вывод снимать, я не буду снимать. Итак, территория Астраханской области насыщает многочисленные кочевые племена. Сарматы, сарматы, гунны, казаки, обувь, кожи, сочинения. И, конечно, это золотая зала. Данный зал, астрахан, самый крайний кочевый костюм. Витрина, представленная конструкция костюм. Сарматы. Сарматы – это круглый мир от кочевых племен, обитающих территорию Урала, доходивших до Черного моря. На территории Астраханской области летал несколько причинных племен, относящихся к сарматам. Самый известный из них – это раксолаты, алгорцы и алланы. Первый витрин у нас знатно и богатый. Сарматы, опять-таки, скажете, что это только реконструкция, потому что ткани, в основном, не сохраняются в песках астрахани. Рейсы, рулем, шерсть, кожу, могли отдающих кусочков не мягко. Могли придавать яркость кусочками кожи и метрикоцелемых камнями. Это, опять-таки, очень умирение. Если у гривенних, допустим, не знатно, возначаются гусы, то, скорее всего, они пришла. Здесь используют джайны и бронзовые котелки, характерные непосредственно для Сарматы. И давайте теперь развернемся. И, с другой стороны, у вас представлены керамические сосуды гумы. Это керамические сосуды. Они хранились в одно крупное, в одно хандином. Иногда вода. Они настоящие, археологически целые. То есть, в таком виде были найдены при раскопках на территории Шахманской области. Вкапывались в юрту. В юрте. То есть, имени хранились в одно крупное. Вкапывались в личные вещи. Можно вверху в серебряной лиме как раз таки бахтар. Круглые зеркала. Одна из сторон, а на лимитрацовском, а на другой рисунок. Браслеты парни. Ажурные золотые украшения как раз на шерку с бахтаром. То есть, это вот как раз таки остатус. Ближе к нам трубку пустотилы тумар. Крутер, палец, зеленый жир, добавляют в травму, получат в свой рост духи. Далее, здесь можно видеть прорубки для сережек в виде знака вопроса. Самая простая форма, но единственное, что мы видим как женщины, так и мужчины. То есть, гендерные различия здесь не было. Прямоугольный браслет. Никогда не сбивался, не носил шлюкет. А компост состоимый, он продавался из поколения к поколению, был оберегом семьи. Левый был специально для погребения из дел. А монголы здесь уже принимают ислам. Погребение чаще всего не хватает. Но некоторые монголы, особенно золотая, оставались долго для именингистов. А буддисты хоронят по разным данным традициям. Следовательно, наборы не всегда разные. Вот иногда, если золото встречается в погребении, значит, определенный человек не был вкусной. И по финалу денежное обращение золотой орды до конца XIII века, начало XIV. Су золотой орды монет, собственно, не чеканен. Ее различия из разных средиазиатских стран. Хива, Бухара здесь присутствовала. Далее начинает чекать свою монету. В принципе, чекать вот такой вот метель и серебро. Обе тоже чекать. Золотая никогда не чеканена в себе. На своих монетах носили год пощечки, правитель, очень часто встречаются. Четвертый номер даже есть с византийской, с тивериемой, которая вполне себе была в Бухарде и могла бы ей пользоваться. Даже несмотря на то, что там изображен человек, в том смысле, изображать человека нельзя. Последним по финалу гильобдон, иранский сосуд, предназначался для розовой воды, для омывения рук перед битой. Здесь мы не спросим, но ордами крупными полночками золота. Также здесь вы можете видеть копилки, керамические копилки. У орды, интересно, с деньгами, они, допустим, скапливают. Все хорошо у орды, экономика процветает, чем мы не. Они скапливали монету. Потом приходил другой хан и начинал чекать дружу свою монету. И дали что? А так можно. Да, вот она. Это же она, что ли? Это она. Да нет. Это монет. Она. Маляш. Вот смотрите, в 1927 году выловили белугу весом 1440 килограмм. Вот. И из них было 246 килограммов икры. Вот представляете, вот она какая. А сколько же это метров, вот это? Метров 5 будет или 4 с половиной, чтобы так осознать. Если с акулой такой встречаться, как она заглотится? Здравствуйте. 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 Меня зовут Андрея. Можно ваш внимание. Мы с вами находимся в сфокационной зоне в поведнике в завитое и мы с вами сломали вам огромное спасибо. И в этот период был столичный рог, азиолог и датвы. Крупно-частяковый рог был, забывали небольшое количество, считали рыбок и растительные. Во второй половине 19 века Астрахани у нас уже становится центром рыбной промышленности. За относительно короткий период Волга-Каспийский бассейн был уже полностью освоен. Наряду с рыбпромышленными крупными добычами занимались уже местные лавки. Промысловый характер в основном, конечно же, имеют осипровые виды, лов щастяковые. Вы приобретаете на ромыслового значения лишь в 30-м годам и 20-м веках. В 50-х годах у нас возрастают ловы в лошадь и 70-м. В 70-м годах самым массовым объектом вылова становятся рыбки. И вот, ванече, вставлены магетры, рыбоков, святы, теряя. Ларея – это тоже качественное пропитание. Это один из них для продажа. Как сейчас здесь, перед вами представлено в сети, магетры, лов, и представители семьи. Здесь, как вами представлено, чучело русского оседра. Это программа на меором, которые используются на меором, или на мере, на мере, на ровке. Как вы видите, темно, у меня сейчас здесь есть лов. Парфа упражнится на теле. Имеется пять градусов. Рот, это подхожная, законодательная. Рот нижний, поперечный и небольших размеров. Этот экземпляр был в космическом море на глубине 5 целых клубец составит 206 кг, длина его 2,48 метра сантиметра. В этом теле имеется очень длинное рыло, которое расходится в 60 сантиметров под длинные головы. А это? Ветер, тот же проказмический море, а там столовый, вот это да. Ветер, он и тот же кастинский море, и в водах, а сантиметров, и в космическом море, и в космическом море, и в космическом море, они имеют большое количество эндемиков, то есть влог, свойственных только данному организму. То есть эти виды, которые встречаются только в космическом море, и где больше. Сказки – это самая многочисленная стажа артеколога в мире, представленная шестью видами. Самой крупной, вроде, является белуга, представленная, обратите внимание, это самая настоящая чучела, конечно же. И болтовка, да? Да. Вот если мы с вами еще по всему залу когда пройдемся, обратим внимание, что именно макет – это будет вот та белуга. И то, для того, чтобы вы имели представление, да, какие-то годы обитали. В этом случае, вот по всему залу, это все настоящая чучела реальная, да? Возраст – это цены промысловой рыбы – 70-75 лет. Для нормы она использует всю морскую акваторию, и для нее характерно обратить внимание большой рот полулунной формы. Отличительная ее черта, вот обратите внимание, если мы говорили о предыдущих ротах, поперечный рот, то здесь полулунный. Даже у гибридных форм вы сможете уже отличить. Скажите, пожалуйста, а чем она тогда таким ротом питалась? Вот. Вот как раз-таки белуга является типичным хищником. Она питается рыбой исключительно, если мы говорили, что получила название. Преимущественно питается растительной пищей, но вот так у нас обитает. А вот ниже, под номером 6, да, у нас представлено, это наш промысловый вид, это знаменитый лещ. Может быть, не впечатлил вас размером, почему вы его не узнали, да? Встречается крупная птица, размер достигает она до 9 килограмм, до 70 сантиметров и размах после добычи. Вот, да, вот она, налим по номеру 16, а это налим? Это налим, да. Активный холдолюбин. Рыба? На фоне. Еще представлены белые кустолопер. Обратите внимание, какие большие размеры. Активный холдолюбин у нас в 1955 году был вселен в заповедник Астраханский, на Дамчинский участок, где было в общину полторы тысячи экземпляров белого карпа. Как мы знаем, карпа – это домашняя форма сазана. И для нее характерна, да, такая тоненая чешуя, которая похожа на пластины, на зеркала, из-за чего он получил свое... Ну, потом, пожалуй, уже в саду качество, конечно же, от нее не отказывается. Весело этот конкурсный представитель 9 килограмм. Это был какой-то патрульный решение, которое обменяет часть сучков, которые спасают наши родители скульстрины. Еще раз. Активный холдолюбин. Эпи. Да, то был вальс старинный, то умный, да, то был вальс... Ну, и вальс-то вальс... М-м-м-м... М-м-м... 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 М-м-м-м... М-м-м... М-м-м... М-м... М-м-м... М-м-м... М-м... 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 Комплекс Волга Комплекс Волга Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok